ретро развитие у вас там хорошее много подписчиков много видео 40 лямов просто бакета причина на она опасаетесь вот этой чат-рулеточный выкладывать да а зачем не черту ли точно у меня канал вообще по другое нет ну разнообразить канал тоже если отдельный нет чат-рулетка это не о чем у меня если отдельный плейлист сделать это самое ну я понимаю да я вас понял да почему то такие вот более востребованные ролики типа непознавательные обучающие там и информационные хелп ролики вы из америки с континента америка просто у вас английском английский язык проскакивает а я как бы в английском не сильно я немецкий учил до 72 было равное немецкий английский да это по 45 процентов у нас было три класса два класса там да это все есть класса обычная один немецкий я не между чем я понял да вы задны учились когда по по пол класса учились у нас пол класса немецкий пол класс английский то есть нет 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 у меня 2 класса английский один класса не вместо 3 у нас целиком класс учился у одного но абсолютно просто Ну я не знаю И самое интересное Что немецкий нам преподавали Евреи Может немецкий евреи Я не знаю как это сказать Ну идишен вообще Как старонемецкий язык У нас просто Преподаватель немецкого языка Покойная уже женщина Я на похоронах был Бела Абрамовна Ройзман Это преподаватель немецкого языка Ну я понял А кстати говоря Вот интересный момент Вот ваш же город Дважды переименовывался Луганск Снова Луганск Два названия Да да А вот вам интересно будет Есть в Украине город Который опережает вас По количеству переименований И по номенклатуре Он был назван Например Но это современный город Кропивницкий Может быть Я не против Он был Кировоградом До Где-то до 30-го Нет Кировоград или Кировская Не помню Кировоград он был До середины 30-х Потом он стал Нет до 30-го года Потом он стал Зиновьевском До 36-го Я даже не знаю Ну вот это интересный момент Когда Зиновьева репрессировали Он стал Ежовском Когда Ежова Репрессировали Он снова стал Кировоградом Я понял У нас изначально город был Луганск Потом в 30-х годах Он стал Ворошиловградом Я в курсе Я даже помню Какой номер поезда У вас до Москвы ходил Вы помните До Киева 20-й А до Москвы нет 11-й Может быть Вот Потом Он стал Ворошиловградом После чего Где-то в каких-то годах От каких Не помню Принят был указ Совета министра В СССР По поводу того Что при Живых героев Нельзя называть города Ну живыми героями И Кстати Подписал этот указ Ворошилов И сразу стал Ворошиловград Луганск Ну и после войны Уже стал Ворошиловградом А потом Ну короче Три раза Перемену Вот Вас Многие кастрюли Вас Луганчан Троллят Что якобы Там у вас Трамвайные рейсы Разобрали И так далее Ну а Луганчане Мне объясняют Что их начали Разбирать Еще там С 90-х По-моему Трамваи Прекратили Движение Да С 90-х Или ходили Я вам объясню Я вам объясню Проблема Луганска Луганска Это город Как бы Небольшой 500 тысяч Населения Если Когда был Советский Союз То таки да Там была очень выгода Трамвайное Сообщение Потому что Вот был завод Там Октябрьской революции Где тепловозы делали Я наблюдал Как вот Выходит смена Из завода Чтобы вы понимали Это Десятки тысяч Человек И вот они Подходят Подъезжает Трамвай Степка Два трамвая Я понимаю Вот они Забивают его Полностью Трамвай ушел В это время Сзади На следующий Ну на предыдущий Еще такой же Стоит Их вывозили Просто Сейчас у нас Такого нет Нет Я понимаю Я просто Не пойму Вот Причина Деградации Трамвая В Луганске Как вы это Объясняете Что город Небольшой Однако Города Которые Я вам объясню Нет Трамвай Да Давайте Трамвай стоит Там грубо говоря В два раза дороже Троллейбуса А троллейбус стоит Еще в два раза Дороже Автобуса Ну В смысле Вы По содержанию Так сказать Контактной сети Рейсов Наверное Берете Это тоже Входит Но берете Новый трамвай Троллейбус Трамвай Самый дорогой Ну я понял Да Но тем не менее Я могу Котро аргументировать Что в городах Которые в разы Меньше В Донбассе Города Которые в разы Меньше Луганской Такие как Дружковка И Краматорск Там трамвайное движение По моему До сих пор Сохранено Если не что Ну не знаю Ну по крайней мере Еще лет пять назад Там было Или там Восемь лет Не я просто Работаю в сфере Транспорта Скажу вам так Кроме маршруток В Луганске Ничего Больше не рентабельно Вот смотрите А троллейбусы у вас Так и не было Или были Кого Троллейбусы В Луганске Всегда были В Советском Союзе Трамвай три копейки Троллейбус четыре Автобус пять Да Да А потом сделали все По пять Это было так Где-то до Семьдесят четвертого Года Как вы описываете Нет Нет Уже В восемьдесят пятом Трамвай был Три копейки Троллейбус четыре И автобус пять Ну так что у вас осталось В СССР Это В Москве сделали По пять копеек Все где-то У вас интерьер Да Да Был Я даже ролик выложил С вами Посмотрите Я понял А сколько у вас подписчиков Ну намного меньше Чем у вас Стыдно даже говорить Зайдете Посмотрите Дать вам название Канала Я вам давал Но вы наверное Не обратили внимания Вы там напишите Внизу Вот я месседж послал Это русская часть Название Вставите в поиск Ютуба Найдете Кенклуб Японов Даже запишу Ну вы тогда тоже Скриншот По-моему делали Или записывали Но Ну Жду вас на канале Мы с вами В принципе Единодомцы Как говорится Ну За некоторым исключением Там По отношению К тому же Ворошилова Наверное Мы Противоположные взгляды А чем Ворошилов не нравится Для меня он Как бы Молодец Ну а для меня Нет Я правнук Диекинского офицера Как никак Поэтому мне не нравится Ну тут уже Тут понятно В чем расхождение У меня 500 метров Дом 36-й год 36-й год Да Да То есть была Ну как вот Секция Да по интересам Секция по стрельбе Нет Это была Стрелковая секция Да Стрелковая Стрелковая Так а знаете Откуда она возникла Ну Ворошилов был Минет Нарком обороны От того и возникло По вооружениям По вооружениям Да Вот он приехал В Подмосковье Инспектировал Вот послушайте Интересно Приехал Инспектировать Часть Какую-то Подмосковье Ну Подмосковье Ну и часть Стреляла Были стрельбы И вот Офицеры Стреляли Из Нагана Ну Даган Ну Знаете Ну Да Чего Я даже Покажу Вот у меня Есть Дедовский Наградной Вот Наган Ну Да Да Я понял Вот Он приехал И начинают Офицеры Стрелять И Самый Плохой Результат Он Подходит И говорит Так а Как так А ему Офицер Говорит Ну Вы Понимаете У меня Наган 905 Года Он Изношен Мушки Сбиты Ну Все Пропало Туда Говорит Дай Сюда Он Делает Три Выстрела И выбивает Из трех Почти Все В десятку Интересный момент Порошил Нет Честно Загугли Ну Да Посмотрю Не Ворошил Очень Уважаемый Человек Луганский А чем Вам Не Нравится Не Ну Были Такие Эпизоды Когда Он Пытался Атаковать Танковые Колонны Вермахта На Кавалерии Ну Вот Вот В этом Вам Не Нравится Нет Ну Я В принципе Я так понимаю Вы красный Русский Патриот Я все-таки Белый Русский Патриот В этом Отношении Мы с Вами Немножко Ну У меня Дедушка Чтоб Вы понимали Уже В тридцатых Был Опер Уполномочий Ну В принципе Вот Когда Все В 57 Была Когда Антипартийная Группа Слышали Такой Борьба Когда Хрущева Пытались Сместить Группа Маленков Молотов Каганович В нее входил Ворошилов То входил То выходил Он метался От Хрущева Метался К антипартийной Группе Перебегал По-моему Три раза В итоге Хрущев его простил В итоге Поскольку Он В итоге Это против них Попер Против Маленкова И Молотова И Кагановича Вот Но то что он Метался Это вот Я Я досконально Этот вопрос Изучал Вплоть до того Что просто Ходил в библиотеку И читал газеты Того времени Это было Очень интересно Сначала Он был Тоже Одним из Лидеров Антипартийной Группы То есть Она считалась Молотов Каганович Маленков Ворошилов И примкнувший К ним Шипилов Так официально Она называлась А потом Шипилов Был по моему То ли То ли Министр Иностранных Дел Или Замминистр Иностранных Дел В то время Вот эту Историю Я как бы Пропустил Честно Сначала Ворошилов Метался Так Сойти Между ними Ища Кто сильнее То же самое Было Когда Хрущев С Маленковым Организов Организовывали Против В Берии Ну В общем-то Арест Берии Организовывали Он тоже И Буденный С Ворошилова Метались А Берия Поняли Что Почему-то Не Берия Хотя Берия Был в выигрышном Положении И непонятно Вообще Почему Он дался Арестовать С таким Опытом Потому Что Жуков Жуков За Хрущева Заступился Но это Я знаю Потому что Он был Обиженный Обиженный Да Это я знаю Жуков Не Жуков У Берии Были Свои войска Который мог На ограниченном Участке В Кремле Тоже протестовать Ну Противопоставить У Берии Был лишь Войска НКВД А у Жукова Была Красная Армия Ну если Поле сражались Берия Проиграла А если Они сражались В условиях Города Ну Дались Да Заня Я просто Хочу Что сказать Вот Три Карифана Вот Первых Два Маршала И Сталин Вот Первая конная То бишь Это Сталин Буденный И Ворошила Вот они там Рубаки Такие были Да Почему Ворошила Говорил Давайте мы Шашками На танки Пойдем Ну Было Такое Ну вообще Молодец Он всегда стоял Справа От Сталина На Мамзолее Вот Смотришь Старый Карт Да Да Ворошила Справа Ну не всегда Стоял При позднем Сталине Уже Баленхов Стоял Справа Может быть Ну вот Это вот Песня И первый Маршал Это Про Ворошилова Да я знаю Я знаю Ну Я с уважением Молодец Он нам Как бы Делал для Луганска Хорошо Может Плохо Для какого-то Региона Но это Жду Да дурака Валяя Разговаривать Разговаривать Почему же Тогда Утилитарным Государством Правильно Утилитарное Государство Правильно Великобритания Утилитарное Государство Германия Утилитарное Государство У них есть Один Воронеж Передали 1922 Воронежской области А в 22-м Грибская Область Где была В Австро В Янгрии Опа Так это Не было Ну и Слушай Карпов Сделай вид Что я Твою Слушал Судьба Тебя Так Любит Их В общем-то Всех и Назвали Русские Потому что Это Глагол Русские Это Какой Чей Отвечает Ты черная Жопа Мне не нравится Черная Жопа Ты черная Наверно Зря Жалел Деникин Хамов Их Надо было Брозгать Да Плетьми А вот Теперь Ни воинство Ни храмов Ни храмов Ни храмов Ни храмов Тяжела Тяжела Будет И Су Поверь Ни храмов Ни храмов Ни храмов Ни храмов Ни храмов Улица Родная И В Непогоду Дорога